Всем привет, ребята! Меня зовут Настя и добро пожаловать на мой канал! За последние годы Инстаграм стал просто самой популярной соцсетью в мире. Он есть практически у каждого, по крайней мере, я не встречала людей, которые бы там не были зарегистрированы. Но за последние годы Инстаграм просто безумно изменился. И способ развития своего профиля в Инстаграм, попадание фотографий в топ, также изменились и, к сожалению, не в лучшую сторону. Во-первых, появилось очень много новых пользователей в Инстаграм, соответственно, увеличилась конкуренция. А во-вторых, сменилась политика Инстаграм и сейчас раскрутиться гораздо сложнее, чем было пару лет назад. И сегодня я вам хочу рассказать о всевозможных способах раскрутки своего Инстаграм-профиля. Что сделать, чтобы ваши фотографии попадали в топ, да и вообще дать актуальные советы, как набрать популярность в Инстаграме в 2019 году. И, кстати-кстати, не забывайте подписываться и на мой Инстаграм. Я с вами там общаюсь больше всего, стараюсь как можно чаще радовать вас новыми фотографиями. В общем, переходите на него сами и увидитесь в этом. Ссылочка на него будет в описании. И также, если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то тоже советую это сделать. В общем, давайте скорее начинать, так что поехали! Для начала я вам расскажу, как должен выглядеть ваш Инстаграм-профиль перед тем, как начинать собирать на него аудиторию. Первое, это ваш ник. Он должен быть без каких-то лишних цифр, коротко и понятно. То есть, если вы правда хотите заниматься своим Инстаграмом, то ник типа Настя89361 явно не подходит. Второе, это ваша аватарка, ну то есть, главное фото в вашем профиле. Тут бы я вам посоветовала поставить фотографию крупным планом, где четко видно ваше лицо. Потому что я думаю, если вы поставите фотографию в полный рост, где не видно ваше лицо, то, соответственно, на вас подпишется меньше пользователей. В принципе, вы можете сами это проверить, посмотреть любые популярные аккаунты в Инстаграме, и все используют эту фишечку. И третье, на что вы должны обратить внимание, это шапка вашего профиля. Тут не нужно писать слишком много, просто расскажите о себе. Можете добавить какую-то оригинальную подпись. Напишите, сколько вам лет, чем вы увлекаетесь, из какого вы города. Что, кстати, очень важно, чтобы в дальнейшем какие-то шоурумы и магазины из вашего города могли вам писать о сотрудничестве. Окей, вы это уже все сделали, но где же взять самих подписчиков и как попасть в сам топ Инстаграма? Первое, что вы должны знать, это то, что в Фейсбук выкупил Инстаграм, и теперь эти две соцсети связаны. Я думаю, вы это могли заметить, когда делали бизнес-аккаунт в Инстаграме, потому что его нужно делать обязательно через Фейсбук, чтобы получить подробную статистику ваших публикаций, да и профиля в принципе. Ну и также благодаря этому вы можете делать рекламные платные публикации. В общем, в связи с тем, что Инстаграм теперь принадлежит Фейсбуку, соответственно, поменялась и его политика. Я думаю, вы заметили, если подключены к бизнес-аккаунту в Инстаграме, кнопочку продвигать. Это значит, что сам Инстаграм вам дает возможность платно продвигать свои же публикации, ну и тем самым собирать свою аудиторию. Вы наверняка видели в своей ленте посты, на которых написана реклама. Так вот, это оно. Если вы продвигаете конкретно свой профиль, то не думаю, что вам это принесет много фолловеров, но этот способ подходит для брендов, либо каких-то Инстаграм-магазинов, которые продают какой-то товар, и, соответственно, такая реклама им принесет новых покупателей. Теперь давайте поговорим про саму ленту публикации в Инстаграме. И я думаю, что вы уже давно заметили, что от прежней ленты в Инстаграме уже и след простыл. Теперь там почему-то на первом месте публикации, которым по 3-4 дня. И если пролистать немножечко ниже, вы можете увидеть, кто добавил фотографии минут 10 назад. И это на самом деле безумно неудобно и нелогично. Мне всегда нравилась лента по времени, а не в разноброс. Когда кто-то добавляет свою фотографию, я, соответственно, сразу ее вижу. Ну, то такое. Все уже давно с этим смирились, успокоились. Но теперь вопрос. Как сделать так, чтобы конкретно ваша фотография попадала в самый верх этой ленты? Что, соответственно, вам принесет больше охвата, лайков. Ну, понятно. Проблема в том, что на данный момент, когда вы только добавляете фотографию из вашей аудитории, вас видят только 10%, которые вами регулярно интересуются, лайкают, заходят на ваш профиль и так далее. Ну, а если ваша фотография в течение одного часа собирает слишком много лайков, комментариев, сохранений, то, соответственно, Инстаграм считает эту публикацию интересной и начинает ее продвигать сам. После этого ее увидит 30% вашей аудитории, затем 50%, 70% и так далее. А потом она уже и вовсе начнет попадать в сам топ Инстаграма. То есть вывод. Ваша каждая фотография должна быть настолько крутой, чтобы ее просто сразу начинали лайкать, комментировать, чтобы она вызывала интерес у вашей аудитории. Вы можете свою аудиторию призывать это делать, задавать ей какие-то вопросы, общаться с ней, писать интересные посты и предлагать сохранять фото, чтобы не потерять важную информацию. Также вы можете предлагать писать комментарии взамен на ваши лайки либо пиар. Я думаю, вы видели, что так делает не один блогер. И, к сожалению, чем меньше у вас раскрученный профиль в Инстаграме, тем сложнее попасть на эту верхушечку ленты. Вот так захотел сделать Инстаграм своих новых правил. Но вы особо не расстраивайтесь. Я вам могу посвятовать такую штуку, как чаты, в которых люди взаимно комментируют, лайкают и сохраняют фотографии в Инстаграм. Насколько я знаю, эти чаты бывают в Телеграме, в Ватсапе, возможно, даже ВКонтакте. Я не знаю. Кстати, когда я заходила туда, то в некоторых чатах видела довольно-таки популярных блогеров. Я не буду, конечно, называть их имена, но теперь вы знаете, откуда настолько много комментариев может быть у блогеров. Если, конечно же, они там не медиа-личности с миллионами подписчиков. Плюс этих чатов в том, что дополнительные лайки, комментарии, сохранения подхватываются алгоритмами Инстаграма, и вы, возможно, попадете в топ. А минусы в том, что просто каждый день вам придется все лайкать и комментировать участникам. Я когда-то так попробовала, и меня хватило где-то на неделю, потому что, ну, не было у меня настолько много времени, чтобы просто сидеть вот это вот каждую минуту писать новый комментарий кому-то. Но, возможно, такой вариант вам подойдет. Кстати, хочу вернуться в тему платных публикаций, о которых я говорила ранее. И когда вы уже проплатили свой пост, видят его все 100% в вашей аудитории, и также охватывается новая. И, возможно, у вас возникнет вопрос, что почему же, когда только публикация платная, видят все 100%, а когда публикация обычная, то есть, которую вы выставляете и не платите за это деньги, видят всего 10%. Я думаю, это понятно, потому что Фейсбук, Инстаграм хотят зарабатывать больше денег. Мои знакомые пару раз так делали, в итоге приход получили минимальный, который, правда, не стоит своих денег. Ну и, как я уже говорила раньше, для брендов и магазинов это подходит. Если товар хороший, то, соответственно, покупатели будут. Кстати, я слышала такую информацию, что если переключиться с бизнес-профиля на личный, то за счет того, что кнопочки продвигать в личном аккаунте не будет, соответственно, Инстаграм не получит за это деньги, то фотография будет продвигаться гораздо лучше, и будут ее видеть гораздо больше, чем 10% вашей аудитории. Так что можете попробовать, в любом случае вы ничего не потеряете. Следующее правило это отвечать на комментарии под ваши фотографии в течение одного часа. Тогда Инстаграм будет считать, что вы активный пользователь, и ваша фотография снова поднимется вверх. Также существует еще целый ряд новых правил продвижения в Инстаграме. Например, комментарии под ваши фотографии в Инстаграм должны быть в идеале более 4 слов. Потому что если ваши фотографии будут составлять какие-то единичные смайлики, то Инстаграм будет считать, что это спам, вы накрутили себе эти комментарии, и, соответственно, будет понижать вашу публикацию вниз. То есть уже не работает этот прикол, когда блогер пишет своим подписчикам, мол, опишите свое настроение в смайликах, и они на это хорошо реагируют, и присылают очень много этих смайликов. Инстаграм такое уже не любит, и эта фотография будет безумно плохо продвигаться. Также в описании к вашим фотографиям не должны присутствовать такие слова, как комментарии, подписка, взаимные лайки, взаимные комментарии и прочее. Инстаграм такое в последнее время просто терпеть не может. Он считает вас либо каким-то спамщиком, либо ботом, и, конечно же, продвигать эту публикацию точно не станет. В общем, если вы используете эти слова у себя в описании к фотографиям, то просто перестаньте это делать. На это, в принципе, не только Инстаграм плохо реагирует, но и пользователи Инстаграма в целом. Кстати, хочу заметить, что Инстаграм в последнее время очень хорошо реагирует на видео. Почему это происходит? Потому что Инстаграм и Фейсбук хотят создать конкуренцию Ютубу, собственно, переплюнуть его, поэтому видео продвигается гораздо лучше, чем фотографии. Я думаю, что вы сами замечали, когда листали топ Инстаграма, то видели, что видео там просто безумно много. То есть, делаем еще один вывод. Видео продвигается Инстаграмом гораздо лучше, чем фотографии. Также у меня для вас есть еще пару способов, как подняться без самих алгоритмов Инстаграма. И, наверное, самый популярный способ – это масс-фоловинг и масс-лайкинг. Существуют специальные программы и приложения, которые лайкают и комментируют, возможно, подписываются на других пользователей от вашего профиля. Насколько я знаю, все, что от вас требуется, это указать в настройках, на скольких человек в день вы хотите подписываться, скольких вы хотите лайкать и так далее. И, соответственно, эта программка от вашего профиля будет лайкать и комментировать других людей. Другие люди это будут замечать, переходить на ваш профиль, смотреть, и, если он им понравится, соответственно, подпишутся. Также, если у вас уже есть какая-то своя аудитория, вы можете с каким-то блогером, с подобным количеством подписчиков провести какой-то конкурс, чтобы его аудиторию перевести к вам, а вашу – к нему. Тут, я думаю, все, в принципе, тоже понятно. Также вы можете участвовать в GiveAware. Проще говоря, это тоже конкурсы, где разыгрывается определенный приз, и для того, чтобы людям выиграть этот приз, им нужно подписаться на определенное количество человек. Таким образом, профиль тоже может набирать новую аудиторию. Но этот способ я бы особо не советовала, потому что это приходит нецелевая аудитория, и на вас подписываются не из-за того, что влюбились в ваше творчество, а просто потому, что люди хотят выиграть этот приз. Также такое часто бывает, что после окончания розыгрыша от вас просто отписываются. Понятно, что не все, но многие, так что не знаю, есть ли в этом смысл. Накручивать подписчиков я бы не советовала, потому что никакого смысла в этом не вижу. Боты вас лайкать и комментировать не будут, и алгоритмы Инстаграма вас никуда не подбросят. Так что это просто бесполезная трата времени. И, в принципе, на этом все. Если тебе понравилось это видео и было чем-то полезным, то обязательно не забывай ставить пальчик вверх. Тебе не сложно, а мне приятно. Также не забывай подписываться на мой канал, если ты этого до сих пор еще не сделал. По традиции желаю вам хорошего дня и пока!